Приветствую вас, мои дорогие друзья, уважаемые зрители, уважаемые подписчики. Вы настроитесь на волну игрового канала Dillon Game, и я предлагаю посмотреть новенькое видео по игровому симулятору Train 12. Ребят, долго не буду задерживать ваше внимание на вот этой вот остановке, поскольку у меня сейчас запущен сценарий, и мне необходимо соблюдать правила, потому что есть у меня, так сказать, ограничения, которые я должен соблюдать там на какие-то остановки, я должен приезжать вовремя. Поэтому сейчас мы с вами запускаем трамвайный вагон. Напоминаю вам, что мы находимся с вами на карте Таганрог. Едем мы сегодня с вами по пятому маршруту и должны доехать до конечной остановки завод Прибой. К сожалению, не гарантирую, что мы доберемся с вами до этой конечной остановки, потому что там дальше попадает впереди медленно ползущий трамвай КТМ-5, который как раз-таки не позволяет вот этого вот сделать. Так, сейчас свет я в кабине включу, чтобы у нас стало бы по-уютней. Так, верхний ряд тумблеров нас не интересует. Включаем с вами управление, загорается наш бортовой компьютер, который отображает нам всю необходимую информацию. Поэтому по ходу движения я уже буду вас знакомить с трамвайным вагоном. Так, звонок есть. С вами педаль безопасности. Мы уже выжили. Давайте откроем двери. Так сказать, произведем имитацию посадки и высадки пассажиров. К сожалению, здесь пассажиры не заходят в трамвай, вот в подвижной состав. Но как есть, так есть. Тоже довольно-таки неплохо. Но зато здесь можно насладиться самим игровым процессом. На светофоры сейчас я не буду обращать внимания. Поэтому мы начнем движение. Сейчас я еще включу ближний свет фар. Поэтому сегодня даже на трамвай, наверное, где-то я буду превышать скорость. Поскольку здесь трамвайные пути находятся в неплохом состоянии, очень хорошем, то здесь скоростной режим немножко нарушить можно. Но все-таки впереди у нас кривой поворот. И здесь все-таки лучше уже придерживаться каким-то ограничением. Иначе ваш трамвай может просто сойти с рельса. И это будет довольно-таки очень-очень плачевно для нас, для нашей вот ситуации, в которой сегодня мы с вами находимся. Сейчас, по-моему, у нас должно высветиться наше с вами задание. По сценарию мы в 7.21 должны приехать на остановочку. Вот старый вокзал, который называется. Ребят, в запасе у нас остается менее 7 минут. Поэтому будем поторапливаться. С вами мы сегодня находимся в односекционном четырехосном трамвайном вагоне 71-407. Трамвай у нас с российского производства. Опускается заводом Урал Трансмаш. Надеюсь, я правильно все произнес. Как вы уже могли видеть, как вы уже могли заметить, трамвай имеет три открывающиеся двери. Так, сейчас мы остановимся здесь. Двери тоже по-быстренькому откроем-закроем. Ну, еще выйдем наружу. Так, двери открылись. Отлично. Трамвай, как я уже сказал, имеет три открывающиеся двери. Двери у нас открываются вовнутрь. Трамвай имеет переменный уровень пола. Как видим, в средней части у нас низкий уровень пола. И в задней части, в передней, у нас уже высокий уровень пола. Довольно-таки неплохое, интересное решение. В трамвае 27 посадочных мест, а максимальная вместимость составляет 190 человек. Вот, в принципе, такой довольно-таки очень вместительный трамвайный вагончик. Что меня радует атмосфера на этой карте. Атмосфера на вот этой вот остановке. Вот эта вот бабушка, которая сидит, щелкает семечки. Она же их и продает. Зачастую, раньше, давным-давно, эта тематика вообще вся, она была актуальна. Действительно, это можно было встретить. Вы вот выходите из трамвая на своей остановочке, покупаете два стакана семечек. Обычно, ну, не знаю, там насыпали в карман себе сразу семечки. Но часто у бабушек уже были припасены старые газетки. Газету там сворачивали в конус, и туда тоже вылазило два стакана семечек. И вы уже счастливы домой, и идете и щелкаете жареные семечки. Раньше это действительно все было актуально. Сейчас это все кануло в лето, и этого практически не встретить. Я думаю, даже, наверное, была бы какая-то дикость, если кто-то увидел бабушку, продающую семечки. Ну, возможно, где-то в российских городах еще можно встретить такое. Тоже аккуратно стоит проходить поворот. Здесь лучше соблюдать скоростной режим. Надеюсь, что мы с рельс путей наших сегодня не свалимся. Ну, там дальше, по-моему, будут участки попрямее, поэтому я буду разгоняться до максимальных значений. И максимальная скорость данного трамвая составляет 75 км в час. До 69 я разгонял трамвайный вагон. Идет довольно-таки неплохо, ведет себя очень-очень хорошо. Красивые, здоровские текстуры сделаны вот на перекрестках. Очень здорово все смотрится. Это уже моя вторая серия по Trains 12 по карте Taganrock. Там я катался в предыдущей серии на трамвай КТМ-8. Выезжал прямо с трамвайного депо. Еще по маршрутам покатаюсь я здесь. Карта довольно-таки очень интересная. Да, местами карта фризит. Ну, что ж, поделать, что Trains... Тоже игра такая интересная, в принципе, как в MC2. В MC2 там даже на каких-то сильных компьютерах будет фризить. Также и Trains он тоже может фризить и на довольно-таки мощных компьютерах. Осторожно, двери закрываются. Вот такой вот информатор здесь присутствует. Также можно еще вот повернуть камеру. К сожалению, камера в салон трамвая сама не заглядывает. Но вот так вот со стороны можно кинуть взглядом. Просторный салон. Вот сразу видно. Не так там много вот посадочных мест. Я смотрю только в хвостовой части. Там, по-моему, трехрядное расположение пассажирских мест. Так, давайте здесь ускоримся. Здесь как раз-таки трамвайные пути это позволяет сделать. Ну, почему-то диспетчера ругаются. Не знаю, почему. Опа, как автобус здесь выскакивает. Но, благо, мы не столкнулись, с лицами слетели. Пропустим эту остановку. Не буду я останавливаться, потому что время у нас поджимает. Три минуты, ребята, осталось. На красный тоже проеду, потому что мы, походу, уже нагоняя получаем. Нет, по-моему, на всех орут. Ну, честно, хочу вот это сказать. Вот эта женщина-диспетчер находится на своем месте. Я не скажу, что это какая-то злая тетка. Но в душе она добрая по-своему. Остановочка, давайте хоть здесь остановимся. А то некрасиво две остановки пропустили. А это уже ладно, остановимся. Вообще, трафик должен устанавливаться. Когда трамвай подъезжает, трамвай на остановке. Пока дверь не закроет, и трамвай не начнет движение, машины все должны стоять. Ну, тут машины едут. Просто едут. Так. Надо чуть пониже здесь камеру опустить, потому что не очень удобно браться за кнопки. Можно выключить информационную строку, но, к сожалению, были бы хотя бы какие-то часы, чтобы следить за временем, лишь только с информационной строкой. Вот появляются часы, где вы можете контролировать свое время. Ну, слушайте, вот как-то это все очень печально. 7 часов 19 минут. Полторы минуты остается для того, чтобы мы смогли с вами добраться до нужной нам остановки. Уже карта начинает фризис. На трамвай едем 65 километров в час. Неплохо довольно-таки оттормаживаемся со скорости 60 километров в час. Все-таки правила какие-то будем соблюдать по этикету. Быстренько откроем, закроем двери. Минута, ребят, по-моему, остается менее минуты. И сейчас не самые лучшие будут трамвайные пути, не самого лучшего качества. Они будут такие кривые, изогнутые какие-то. Насколько я знаю, в городе Таганрог производилась модернизация трамвайных путей. Сейчас там все довольно-таки нормально. 5 километров в час ограничение скорости. Я сколько? 30, наверное, еду. Ну, вроде здесь еще более-менее. Здесь, я думаю, что мы не улетим. Менее 30 секунд остается для того, чтобы добраться до остановки Старый вокзал. Я же даже никакие поворотники не включаю, ничего не включаю. Все-таки лучше выбирать свободный режим игры. Не поверите, я же просто так облегченно вздыхаю. Не слетел с рельсом, все хорошо. Потому что дальше трамвайные пути будут намного похуже. Прежде чем сплетни водить и разговаривать по телефону, научитесь нормально, ни одна смена сплетни не водит, такие, как вы водите. Вы по 20 минут на стрелке едете и рассказываете друг другу, что я такая дура. Ну, раз... Смотрите, связались со мной, вы просто пострадаете. Понятно всем, да? В душе она добрая, я думаю, вот эта женщина. Я думаю, на Венере это все будет слышно, как она кричит на своих подчиненных. Я бы сказал, что даже не кричит, а, скорее всего, что держит их в тонусе. Ребят, мы справились. Продолжайте ехать дальше по маршрутам, соблюдая интервал, время прибытия на конечную остановку на завод Прибой. Так, сейчас посмотрим. Время прибытия. 7.38. В принципе, не так-то и страшно. Там 17 минут у нас остается. Но дальше трамвайные пути будут намного хуже. Дальше уже сами пути будут в таком плачевном состоянии. И впереди здесь часто попадается впереди идущий трамвай КТМ-5. Он едет чертовски медленно. И он вам ни в коем случае не позволит доехать до конечной остановки в назначенное время. Поэтому уже будем ориентироваться по ситуации. Если КТМ ко мне это попадется, то, наверное, на этом придет завершить наше видео. Но пока, пока, ребят, едем. Так, здесь зеленый сигнал светофора. Даже нас встречает. Это радует. Как видим, трамвайные пути уже такие становятся намного похуже. Во встречном направлении КТМ-5 едет. Почему у него фары не включены? Остановочка у нас. Все-таки вот вроде бы игровой симулятор. Ну, честно вам скажу, вот прошлую серию я снимал. Вот Трэнс-12, а КТМ-8 был трамвай. Я вам хочу сказать, вот с этим вагоном 71-407 это просто день и ночь. Просто день и ночь. Честно вам говорю. Так, красный. Красный. У нас, ребята, красный горит. Но мне уже хочется, хочется ехать. Отлично. Зеленый. Обязательно покатаемся на КТМ-5 на этом легендарном трамвайном вагоне. Это легендарный трамвай, легендарная машина. По-моему, это самый массовый трамвай, который производился, выпускался в мире. И там большое количество, большая партия выпущена. Еще в моем городе КТМ-5 бегают и в довольно-таки неплохом состоянии. Вот здесь лучше все делать аккуратно. Дальше все будет намного хуже. И дальше необходимо точно соблюдать вот скоростной режим. Немножечко контроллер перевести в правильное положение. А то сейчас вообще встанем здесь прям на вот этой вот стрелке. Так, что-то, что-то карта здесь подвисает. Здесь ограничение скорости, ребят, 5 км в час. Хотя в целом визуально я не хочу сказать, что что-то выглядит так ужасно. По-моему, все очень красиво, все очень нормально. Да, ограничение 5. Лучше я приторможусь. Ну, то мы 25 едем. Надеюсь, надеюсь, не улетим никуда. Такой получается, знаете, у нас тихий ход. На тихом ходу едем. Но улететь здесь реально. Вот на вот этом участке. Здесь еще так трава растет. Кстати, трава так растет таким образом. Такое ощущение, как будто здесь вообще уже трамвай давным-давно не ездили. Но мне кажется, впереди все-таки опять попадется нам КТМ-5. И я вижу такую вот оранжевую точку там вдалеке. Есть она, виднеется. Если присмотреться туда, то видно. Я думаю, что сейчас нагоним. Пока у нас еще есть пассажиры, пока у нас здесь еще трамвайная остановка, остановимся, запустим, так сказать, такую имитацию посадки и высадки пассажиров сделаем. Довольно-таки неплохой трамвайный вагон. Очень мне нравится, как здесь все реализовано. Вместительный, очень вместительный, очень светлый, очень классный, современный. Это самое главное, что вот действительно современный. Интересно, с открытыми дверями он поедет или нет? Да, кстати, с открытыми дверями тоже трамвайный вагончик едет. Сейчас на ходу эти двери закроем. Вот загорелись у нас зеленые индикаторы на нашем бортовом компьютере. Здесь уже вроде повеселее, 35 можно ехать. Любимая смена, значит, слушайте меня внимательно. Вы сегодня обогуете, 15, 10, 20, значит, через 4 дня ваша смена заступит. Я до 8 часов буду контролировать вашу езду. Никто на Димитрово не будет стоять, так как хочет. Глаза улыбаетесь, а за глаза гамнякаете мою работу. Все, значит, поступим по-другому. Всем все понятно. Ну, так и есть в жизни, конечно. За глаза гамняка эти мои работы, это так и есть. Такая остановка. Кстати, прикольный павильончик здесь стоит. Очень здорово выглядит. Еще реклама какая-то на нем присутствует. Если тут выйти посмотреть со стороны, как это все реализовано у нас. Здорово, красиво. Вообще, такое с виду, не знаю, это Ганрог. Вроде бы, кажется, такой большой, такой массивный город. Но есть такие участки. Попадается такой довольно-таки милый, уютный, спокойный такой частный сектор. Вот там на фоне все-таки есть многоэтажные дома, такие большие попадаются. Это присутствует. Закрываем двери и продолжаем наше движение. Да-да-да, все-таки в попутном направлении ребят с нами едет КТМ-5. Ну, я думаю, что нагоним его и я думаю, придется видео завершать, потому что, ну, не даст нам доехать до конечной остановки. Тут тоже, я думаю, что необходимо гнать довольно-таки шустро, потому что по времени мы ограничены, уже 7.27 на часах, через 11 минут нужно быть на конечке. Я не знаю, наверное, это уже нереально доехать. Я не знаю, наверное, раз в третий еду, у меня не получается никак. Но думаю, в свободном режиме гораздо это все проще и в свободном режиме можно без каких-либо проблем вот преодолеть вот этот вот маршрут. Ну, я думаю, в следующих сериях у меня получится реализовать. Мне просто захотелось вот видео снять, чтобы был бы вот именно сценарий. Не знаю, много ли из моих подписчиков, из моих зрителей, кто играет вот в этот симулятор. Тормозит очень четко трамвай. КТМ-8 вот просто так не остановишь. Там просто уже, наверное, ай, ладно, проеду эту остановку. Тут очень четко останавливается. Позиции, конечно, торможения довольно-таки очень много, но останавливается трамвай вот как вкопанный. Видим, что немножечко тут фризит у нас все, но ничего не поделаешь. Жалко, что не видно вот сколько, допустим, осталось там проехать до конечной остановки. Там сколько тех же остановок. Перед глазами нет такого какого-то четкого такого информатора, поэтому уже вот теряешь ориентир в этом пространстве. Но мне вот не хватило буквально пару остановок доехать до конечной, потому что, ну, я уже, знаете, не врезался вот впереди идущий вагон. Думаю, пускай он едет спокойненько. Я буду ехать сзади спокойно за ним. И у него, кстати, тоже маршрутоуказатель под номером 5. То есть, получается, мне надо придерживаться какого-то расписания, а ему не надо. Ну, ах, мы еще, ребята, с вами из Трельцев слетаем. Ну, вот так вот печально придется завершить нашу серию. КТМ-5 я, к сожалению, не смог догнать. Но, ребят, честно вам скажу, что он не дал бы нам все равно доехать до конца и пришлось бы где-то серию нашу останавливать. Просто мы бы здесь увидели, высветилось бы у меня сообщение, что сценарий провален. Так, а я здесь выровняться, кстати, как-то и не могу. Ну, в целом карта, все как реализовано, все как видно, наш слетевший вагончик. Так, 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 ну, даже ты приблизиться мне к трамваю. Нет, вот, вот, вот наш трамвай слетевший. Ну, что ж, поделаешь, не доехали мы до конца, но все-таки хочу поблагодарить вас, что были со мной, что посмотрели это видео. Если вам нравится такая тематика на моем канале, то, естественно, мы будем продолжать обозревать вот трамвай, трамвайные маршруты, трамвайные карты. С вами, как всегда, был я, Дилан Гейн, огромное вам всем спасибо, ребята, и до скорых встреч. Вот трамвайчик наше стилы исчез, и наш сценарий, к сожалению, на сегодняшний момент провален. Вот так, немножко неудача такая небольшая постигла, ну, что ж, поделаешь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok